Аппаратное освещение, которое проводил председатель правительства Александр Смекалин, началось не с самых хороших новостей. На прошедших выходных произошло три случая с летальным исходом. Первый из них случился в Озерках, Вишкамского района, где несовершеннолетняя девушка покончила жизнь самоубийством. Ребенок достаточно благополучный, в школе учился неплохо, и с поведением был нормальный, но достаточно замкнул. Это была предварительная информация о том, что это повлияла любовь, первая любовь, которая была неразделена. Председатель правительства выступил с предложением улучшения психологической работы с подростками, особенно с теми, кто находится в выпускных классах или только что окончил школу. Переход от школы, следующий шаг в жизни университета достаточно сложный шаг, тем более еще раз. И как в этом случае ребята дружат, влюбляются, и мы понимаем, что и чувства очень мощные. Давайте мы, наверное, это учтем и как-то для психологов попробуем вот это техническое задание. Уж извините, там за мой такой, может быть, казенный немножко язык, но все равно, наверное, все-таки это правильно будет. Сформулируем, что вот именно для выпускников вот эту работу как-то выстроить отдельно, может быть, сформировать какую-то программу. Два других случаях произошли на дорогах области. В Стармайнском районе в ДТП погибли 4 человека, а в ночь на понедельник еще 2 человека погибло в железнодорожном районе. Мы отмечаем, что они происходят в неблагоприятные погодные условия, сопровождающиеся дождем. Значит, предварительно по всем дорожно-транспортным происшествиям из погибших у нас вина, соответственно, водителей. Либо неправильно выбрано положение транспортного средства на проезжей части. И все случаи сопровождаются превышением установленного скоростного режима движения. Премьер распорядился в ближайшее время провести комиссию по безопасности дорожного движения. Дороги становятся лучше, ремонтные работы ведутся во всех муниципальных образованиях. Но количество аварий продолжает оставаться большим. В частности, Александр Смекальн обратил внимание на нанесение дорожной разметки термопластиком. Давайте посмотрим, можем ли мы при контрактах сделать гарантированно. Тем более, мы понимаем, что тот же самый термопластик недешево стоит. Давайте поставим не год, давайте поставим три года, если это возможно у нас. Ремонтные работы ведутся в образовательных учреждениях области. Подготовка к приемке школ и детских садов идет с опережением графика. К приемке не будут предъявлены школу номер 10 в Димитровграде, школу в Старой Сахче и школу номер 2 в Брыше. В них продолжаются ремонные работы. Причем в Брыше их темпы вызывают в областном правительстве тревогу. На сегодняшний день подрядчик вышел, который собирался не выходить. И сегодня работает на площадке 20 человек. Для того, чтобы мы на 100% были уверены, что до конца августа работы будут выполнены, на площадке должно работать 50 человек. Хотя этот подрядчик и документально, и официально докладывал, что до 25 июля все работы на объекте будут выполнены. Есть проблема подготовки муниципальных образований к отопительному сезону. В прошлую пятницу председатель правительства уже проводил совещание по этому вопросу. Тогда многих ответов от руководителей районов не удалось добиться. Фактически на сегодняшнюю дату процент финансирования ремонтной кампании составил 38,4. То есть, учитывая, что середина июля – это очень непозволительные темпы закупки материалов. И о чем сейчас Александр Александрович сказал, мы фактически видим недофинансирование и невыполнение работ по ряду объектов. Лучшие результаты показывают Старомайнский, Сурский, Старокулаткинский, Новомолоклинский районы. В числе отстающих базарно-сезганский, Меликесский, Павловский и Теренгульский районы. В последний вопрос мы обсудили вспышку африканской чумы свиней. Первый в регионе случай произошел на прошлой неделе в Сурских вершинах Барышевского района. По личному подсобному хозяйству, где было у нас заражение свинопоголовья, мероприятия проведены в полном объеме, очаг ликвидирован, животные изъяты, уничтожены, проведены в полном объеме все дезинфекционные работы, в близлежащих территориях, в селах прошел полный обход. Заражение произошло от диких кабанов, поэтому их поголовье в ближайшее время будет сокращено близ сурских вершин. Егор Тстов, Юрий Конихин, Новости Улправда ТВ.